Первый ненецкий художник, исследователь, картограф родного края, президент Новой Земли. Как только не называли Илью Константиновича Вылка, но в истории он так и остался – Тыковылкой. В 2016 году ненецкий округ отмечал 130-летие со дня его рождения и один из подарков к юбилею – фильм Андрея Чуклина «Моя земля». Картина рассказывает о том, как снимался фильм «Великий самоед». Автор собрал воспоминания тех, кто создавал художественный фильм. В их числе режиссёр Аркадий Гордон, оператор Анатолий Иванов, актёры Нуржуман Ихтымбаев, Расул Укачин и Татьяна Ташкова. Также в фильме звучат рассказы жителей ненецкого округа, которым довелось принять участие в съёмках в Мосфильма. Фильм Андрея Чуклина заслуженно победил в номинации «Лучший творческий проект. Региональный аспект». Здесь я считаю, что этой наградой достойен весь коллектив ненецкой телерадиокомпании, которая в силах делать очень большие проекты на достойном уровне. Ненецкая телерадиовещательная компания завоевала ещё один приз в ежегодном конкурсе журналистов. Программа под названием «Есть вопросы» Марии Владимировой стала победителем среди материалов на тему «Качество жизни». Выпуск был посвящён компьютерной зависимости. Когда готовили эту программу, администраторы искали гостей. И так получилось, что один гость шёл к нам как медик, оказалось, что у него дочка страдала компьютерной зависимостью. А один герой был у нас, молодой человек, и он в ходе программы признался, что у него была компьютерная зависимость. То есть звёзды сошлись так, что сами те люди, непосредственно страдавшие этой болезнью, от первого лица нам рассказали, как это страшно, как они с этим боролись. Прошедший год в Ненецком округе проходил под агидой Года народного единства. Поэтому одну из центральных в конкурсе стала одноимённая номинация. Лучшим материалом на заданную тему признана статья «Звезда по имени Солнце Ирины Захарьиной». В своей работе автор рассказала, почему она любит и гордится своим городом. В этот день журналисту Ньяриэна Виндер посчастливилась выйти на сцену дважды. Ирина Захарьина стала победителем и в номинации «Репортаж король журналистики». Статья «Сломанный каблук». К счастью, посвящена мастеру-сапожнику. Мне нравится писать о людях, как художник рисует портреты. Мне кажется, так журналист, который пишет очерки, он рассказывает о человеке. И когда читает читатель, он как будто сам познакомился с этим человеком. Мне всегда хочется этого добиться, чтобы читатель познакомился с героем, побывал у него в гостях. В этом году участие в конкурсе «Золотое перо» принял 31 представитель региональных СМИ. На рассмотрение конкурсной комиссии они представили 91 материал.